Нива, подаренная депутатом Госдумы Иваном Гемченко, не стоит без дела. С ее помощью нужно оперативно добраться до отдаленных хуторов Анапского сельского округа. В этом году покрасили фасад амбулатории, уложили новый линолеум в кабинете физиотерапии, капитально отремонтировали процедурную в дневном стационаре. В настоящий момент здесь три койко-места, в ближайшее время станет девять. Увеличивается население, сейчас на данный момент времени амбулатория обслуживается выше 22 тысяч населения, детского, взрослого. Увеличиваем количество специалистов, привлекаем новых врачей. Юлия Березняк – кардиолог и терапевт в одном лице. После окончания вуза обзванивала города и районы России. В станицу Анапская переехала из Астрахани. По программе «Земский доктор» получила один миллион рублей на покупку жилья. В плане профессионального здесь я могу совмещать две свои профессии – и терапию, и кардиологию. Вот. И в принципе, как бы и семье моей здесь нравится, и ребенку здесь нравится. Море близко. То есть вроде как ты работаешь, а потом ты можешь пойти к морю и отдохнуть даже. Совместить приятное с полезным. Людмила Григорьевна из хутора Курбаски. 20 лет проработала почтальоном. На прием приходишь, всегда вежливо улыбаются. Все объясняют, все показывают, рассказывают. Творческих успехов, что им, пожалуй, больше. Здоровья тоже. Меньше пациентов, наверное. Значит, получается, здесь у нас регистратура, потом здесь идет кабинет почерного осмотра. Затем пациент может попасть с кабинета в процедурный кабинет. Здесь можно рассчитать манипуляции. Здесь же может пациент пройти в кабинет забора крови, где ему проведут забор всех необходимых анализов. Ну и, собственно говоря, окончить свой прием, не контактировать с любым коридором. Уже на следующей неделе Валентин Шишкин начнет работать врачом общей практики в хуторе Рассвет. Этот филиал 4-й амбулатории, которая находится в Гайкадзоре, будет обслуживать около 4 тысяч человек, взрослых и детей. Вести прием, проводить процедуры будут 12 фельдшеров и медсестер под руководством врача. Мне нравится эта работа, поэтому я подхожу к каждому, скажем так, случаю, хотя широкий профиль, да, скажем так, ну, стараться на уровне именно узкого специалиста и смотреть глазами, как узкий специалист, потому что этому обучали. Здесь на месте, учитывая даже скоро помощные какие-то мероприятия, потому что это тоже входит в мои обязанности, оказание там экстренных вещей, да, там, аллергические реакции, еще что-то. То, что, в принципе, в скорую помощь включено. 90% случаев обращения. Все остальное мы сортируем и перенаправляем, скажем так, в узкопрофильный стационар. Местным жителям уже не придется лишний раз ездить за справкой в Гайкадзор. Тем временем в самой амбулатории появился аппарат УЗИ. Документы на получение лицензии уже подали. Основная задача, которую ставят перед собой муниципальные власти, сделать медицинскую помощь максимально доступной, в том числе для жителей сельских населенных пунктов.